Верхнеуральск – это музей под открытым небом. В настоящее время в городе сохранилось большое количество сооружений, относящихся к объектам культурного наследия. Практически все из них продолжают функционировать. Так, в здании на улице Розы-Люксембург, построенном в конце 19 века, с 1992 года располагается детско-юношеская спортивная школа. Ранее же и до 1917 года здесь находился банк коммерческий. За все время существования школы в здании ни разу не проводился ремонт. Составляли сметы, но позже откладывали по разным причинам. Удалось отремонтировать лишь потолок, находящийся в аварийном состоянии. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. В 2019 году при поддержке администрации Верхнеуральского района был проведен комплекс мероприятий. Разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Все действия были согласованы с Государственным комитетом по охране памятников культурного наследия. Отремонтировали инженерные сети. Сюда вошел водопровод, канализация. Система отопления была полностью заменена. Частично было заменено электроснабжение. Были отремонтированы раздевалки под все современные нормы СанПИН. На сегодняшний день дети, которые занимаются в данной школе, могут прекрасно проводить время. То есть после занятий прийти, переодеться, принять душ и пойти уже домой. На эти цели было выделено более полутора миллиона рублей по программе «Реальные дела». Изменения ощутили и педагоги, и воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Под руководством девяти тренеров по легкой атлетике, футболу и баскетболу, пулевой стрельбе, гиревому спорту и лыжам тренируются 419 детей. И добиваются достойных результатов не только на районном и областном уровнях, но и на всероссийских соревнованиях. Теперь у юных спортсменов и их наставников есть возможность заниматься в более комфортных условиях. Мне очень нравится это все. Делали все на совесть. Наши подрядчики как в себе домой, а не как в школу. Очень качественно, очень добросовестно, очень щепетильно они все это делали. «Раньше мы ходили, допустим, в туалет на улицу, а теперь ходим в здании, в теплом помещении. Так же, как раньше не ходили в душ, а теперь ходим в душ после тренировок. Дети ходят в душ, поэтому значительно удобнее стало, комфортнее. Как в современном, как везде теперь, мне кажется, должно быть так. И у нас наконец-то до нас дошло это. Раньше ничего не было там абсолютно, то есть, ну, заходить туда было бесполезно. А сейчас это все благоустроенное, это евроремонт, можно сказать, с высоким уровнем». На этом ремонт детско-юношеской спортивной школы в Верхнеуральске не заканчивается. Совсем скоро это здание станет полностью адаптированным для занятий и даст возможность спортсменам оттачивать свое мастерство и добиваться все новых и новых побед. «Будем изготавливать проектно-сметную документацию на ремонт кровли. Также будем делать проект, проходить экспертизу, согласовывать все это с Госкомитетом. После проведения данных мероприятий будут выделены денежные средства. Хотим отремонтировать кровлю. На 2020-2021 год и далее у нас запланировано мероприятие по восстановлению фасада здания. И в 2021 году, в следующий, последний этап у нас будет уже ремонт отделки помещений внутренних». Продолжение следует...